Во времени суток давайте посмотрим город Торецк и возле него Щербиновка и Артемово. Торецк, Щербиновка и Артемово. Торецк. В основном жизнь пока еще идет по-старому. То, что вот сложилось за время вот этих всех событий, пока еще вот в этом направлении идет. Щербиновка. Ну, жители тоже в основном наблюдают за происходящими событиями вокруг, а особо не возможности что-то предпринять. Артемово. Ну, люди пока потихоньку стараются что-то сделать для себя. Так, как сейчас складываются дела Торецк, Щербиновка, Артемово. Торецк. Торецк. Торецк прикрывает человек силы. Щербиновка. Очень много переживаний. Люди очень волнуются, стараются объединиться с тем, кто вот наиболее близок. Но в всяком случае кому доверяют. Ну, и сейчас в Щербиновке еще и время каких-то договоров, договоренностей, переговоров каких-то. Артемово. Для вас на данный момент наиболее благоприятное время. Можно собрать ресурсы, которые есть, и подготовиться к предстоящим событиям. Но у вас еще бывают и небольшие прилеты. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в районе ваших населенных пунктов до 25 сентября. Торецк, Щербиновка. Артемова. Торецк. Ну, военные будут, конечно, рулить всем до 25 сентября. У вас будут военные полностью командовать, руководить. Вполне возможно, что где-то в районе города будет находиться командный пункт. Но при этом очень много будет предприниматься очень необдуманных действий. Может быть, со стороны военных, а может быть, со стороны местных жителей. Поэтому, пожалуйста, все свои шаги продумывайте. События будут развиваться довольно-таки не торопясь, не быстро. Но максимально благоприятно все-таки для города. Хотя придется очень много лавировать, чтобы город сохранить и сохранить жителей города. Щербиновка. Ну, у вас объединяются, друг друга поддерживают, стараются. Хотя очень, конечно, страшно, но через этот страх нужно пройти. И может произойти очень серьезная переоценка вообще всей жизни своей. И люди будут четко понимать происходящее событие. Хотя будет очень тяжело, но понимаешь, что другого выхода нет. Но, в принципе, удастся для вашего населенного пункта обойти очень много серьезных, острых таких ситуаций. Но будет работать еще и пропаганда. Поэтому уши свои не расставляйте, чтобы вам лапшу не вешали. Артемова. Вот что интересно, смотрите. Карты вышли все. Пентакли. Вашему району, вашему населенному пункту будет вести до 25 сентября. Довольно-таки благоприятно будет складываться ситуация. Хотя, может быть, развиваться это все будет не очень быстро. Но с максимальным сохранением населенного пункта, значит, жителей и помощь еще какая-то будет оказываться. Поэтому будет складываться все хорошо. Так, как будут складываться дела для ВСУ до 25 сентября в районах ваших населенных пунктов? 25 сентября это условная дата. Это не точно, что вот именно к этому времени должно быть вот так и вот так. Это приблизительно, чтобы можно было ориентироваться. При этом еще был разбег, потому что событие меняется очень быстро и неожиданно. Поэтому сегодня может быть так, завтра так. Так, Торецк. Щербиновка. Артемова. Торецк. Вполне возможно, что подразделение ямы ВСУ, которое будет находиться в вашем городе или вокруг вашего города, будет предложено сдать оружие. Но при этом и вполне возможно, что подоспеет помощь какая-то и будет приказ действовать. Может быть, попытка какого-то наступления, что ли, не знаю. Ну, опять же, будет предложен вариант, от которого будут отказываться. Но в результате окажутся без командования. Помните, я говорила, что где-то... Что военные рулят всем парадом. Вот вполне возможно, поэтому руководство и прилетит. И более высокое начальство будет решать, как думать над тем, как решить вопрос, чтобы сохранить подразделение. Может быть, будет попытка их вывести из города, что удастся далеко не всем. Будет, конечно, очень страшно. Мне тут кто-то посмеялся над тем, что я говорю, что ВСУшникам будет страшно. Но, ребята, блин, ВСУ тоже люди. И только идиот ничего не боится. Он просто не понимает, где он находится. А тут люди будут действовать, несмотря на свои страхи. А руководство оставшееся, скорее всего, слиняет, бросив своих подчиненных. И все тогда планы, которые строились, будут только лишь иллюзии. И из города они сами будут просто убегать. Щербиновкам. Тут будет выбор. Они не будут понимать, что выбирать. Что для них лучше. Пока не прилетит сверху. Потому что тогда появится ощущение, что их просто взяли за горло. Вот тут станет более ясно, что лучше. И они будут, соответственно, думать, какой сделать выбор. И, скорее всего, выберут другой путь, не войну. Тем более, когда будут видеть большое количество погибших своих служивцев. То есть, скорее всего, там, в том районе, будет очень много погибших в ССУ. А остальные будут действовать, ну, довольно-таки вяло. Потому что недостаточно будет ресурсов для того, чтобы оказывать серьезное сопротивление. Хотя пытаться они будут это делать. Но в результате, скорее всего, из города они просто уйдут. То есть, присоединяться к тем, которые ушли из Торецка и будут уходить. Ну, не из города, извините, поселка, наверное. Так, Артемова. В вашем районе ВСУ, видимо, будут окружены. И не будут понимать, в какую вообще сторону идти, чего делать. А может быть, будут под алкоголем или каких-то действием таблеток. Будут, конечно, рассчитывать очень на поддержку извне. Потому что это будет шанс для них спасти собственные жизни. И события будут очень быстро развиваться. Будут искать новые какие-то решения, новые, что-то новое предпринимать. Стягивать будут ресурсы, которые есть. Но будут настолько уставшие, что, в общем-то, особо придумать что-то новое не будет получаться. Ну, а вот, сохранить собственные жизни, это да. Но в результате поймут, что их просто там кинули, как жертву. И будет стоять очень серьезный вопрос, жизнь или смерть. Вот тут будет очень много, для многих очень многое переменится в голове. Новые какие-то планы будут строиться. Но для населенного пункта все-таки все вот эти боевые действия будут происходить за пределами. Опять жизнь на первом месте. Очень будут серьезно ограничены снабжением. Ну, и опять прилеты. То есть их долбать будут очень сильно. Опять новые какие-то предпринимать. Для того, чтобы жизнь свою спасти. Новые планы, новые идеи. В общем, сопротивляются будут очень серьезно. Все что-то придумывают, будут придумывать, пытаться что-то сделать. Но в результате, скорее всего, присоединяться к тем, кто уже сложил оружие. Слишком будет влиять пропаганда на подразделения ВСУ. Скорее всего, они будут уходить, чтобы найти более безопасное место для себя. Так, а как будут для союзной армии складываться дела в район ваших населенных пунктах до 25 сентября? Торецк. Щербиновка. И Артемова. Вполне возможно, что будут в сторону Торецка перенаправлены новые какие-то подразделения из других мест. Передислокация будет. Что принесет успех в действиях. И объединение будет разных подразделений. В результате все закончится благоприятным и мирным путем. И город уйдет под контроль ЛДНР. Щербиновка. Будет много сил приложено в районе вашего населенного пункта. Планы какие-то будут строиться. Ну, а в результате все закончится очень благоприятно и радостно. Так, и Артемова. Вот в районе Артемова, и вон видите, сколько я тут карт выложила, там довольно-таки будет такая ситуация непростая. Придется союзная армия по ходу дела менять планы по ходу событий. Ну, придерживаясь, конечно, уже сложившимся традициям, но планы придется менять. Много будет использовано хитрых действий. Неожиданных. Да, когда вдруг в курятнике все куры передушены. Ну, а потом будет момент объединения всех усилий. И вполне возможно, что когда все закончится, там будут ребята в районе в этом отдыхать. Много будет интуитивных действий, когда уже вот эта наработанная интуиция. Ну, и не совсем иногда будет ясно, как действует. Но для этого, скорее всего, будут использованы дроны воздушные. Основные все события будут происходить за пределами населенного пункта. Хотя столкновений различных будет очень много. И вполне возможно, что будут какие-то сложности с обеспечением. Но все равно закончится радостью положительно. Да, будет много использовано различных дронов. Вот этих воздушных всяких беспилотников. Ну, будут раненые и погибшие. Это тоже понятно. Но самое главное будет, что ребята будут работать слаженно под одним командованием. И вполне возможно, что будут договоренности о том, чтобы в СССР сложились оружия. Какие возможны опасности для ваших населенных пунктов? Торецк. Будет поддержка, помощь. Возможно, пожары. Пожалуйста, будьте аккуратны. Ну, и, конечно, будет непросто. Будет тяжело в городе. Возможно, прилеты. И придется очень часто балансировать на грани между военными и мирными. Но потом, в результате, все будет очень удачно и благополучно. Чербиновка. Вполне возможно, что в городе будет недостаточно каких-то ресурсов. Воды, электроэнергии, питания. То есть, вот такой вот. Ну, город, поселок. Но удастся его максимально сохранить. Хотя, может быть, зависимость большая от путей, вот, для перемещения автомобильной, железнодорожной. Потому что, понимаете, что все это будет движение по этим дорогам. Ну, и важно жителям выбирать потихоньку какую-то одну цель, вопрос какой-то, и решать его. Не кидаться сразу все решить. И, в общем-то, Чербиновке удастся избежать серьезных разрушений и проблем. Так, Артемова. Ну, возможно, незначительные прилеты в ваш район. А так максимально будет сохранен. Удачно будет руководство работать, выбирая, что нужно сделать, решая все вопросы с пониманием. И, в общем-то, все будет максимально благополучно. Хотя, боевые действия в вашем районе могут быть очень серьезными. Но они, в основном, будут за пределами. Вот такой расклад получился для города Торецк, поселка Чербиновка и Артемова. Желаю вам всем мирного неба над головой. Благополучия. Берегите себя. Берегите своих близких. И до новых встреч. Благополучия. 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 Продолжение следует...